Миллионы лет назад, один из старших богов, Шинок, предал остальных и вторгся в земное царство. Рейден и старшие боги остановили Шинока и заточили его в преисподней. К примеру Шинока последовали и другие, в их числе был Шао Кан, император внешнего мира, одержимый мыслью о завоевании земного царства. Тогда Рейден убедил старших богов организовать турнир «Смертельная битва», чтобы уравнять возможности дать земному царству шанс. Долгое время Шао Кан следовал велениям старших богов. Война переместилась на арену, где его сильнейшие бойцы сходили с лучшими защитниками Рейдена в «Смертельной битве». Два года назад мы победили его. Но Шао Кан не смирился с поражением. Он нарушил правила «Смертельной битвы» и вторгся в земное царство. Большинство наших друзей-защитников Земли были убиты и обращены в демонических воинов. Но мы, несмотря ни на что, остановили вторжение Шао Кана. В наказании за его преступления старшие боги уничтожили его. Мы думали, что долгий кошмар позади. Но оказалось, что за всем происходящим стоял шинок, вторжение Шао Кана, его смерть. Все это было частью его плана. Он хотел бежать из преисподней и продолжить войну со старшими богами. Продолжение следует... Продолжение следует... Глава первая... Джонни Кейдж. Цель прямо по курсу. Постанешь мягко? Ради меня? Вроде бы всегда так было. Ну, если ты всегда имеешь в виду под ни одного раза. Майор? Так, все получили координаты точки сбора. Дальний край леса. Там открыт доступ к порталу Небесный Храм Рейдена. Там нас поджидает злобный старший бог и его демоны. Боги, порталы, летающие демоны, слепые чуваки с магическими мечами. Мир изменился к худшему. Если мы не изгоним Шинока из Храма Рейдена, он намерен отравить Циньсей, источник жизни земного царства. Мы этого не допустим. Мы с Кейджи благодарны майору за разрешение присоединиться к нам. Мы рады помочь отправить костлявый зад к Шинока обратно в преисподнюю. Да сажай ты эту штуку! Дерьмо! Дерезать! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Немного поторопился с выводами, нет? Субтитры делал DimaTorzok Нужно вернуться к вертушке Соня, беги оттуда! Ух, прохладненько! Субтитры делал DimaTorzok Мне больше нравилось, когда ты был на нашей стороне! Ты в порядке? Ну, нам повезло больше, чем бойцам Добавим их в список злодеяний, за которые Шинок будет держать ответ Субтитры делал DimaTorzok 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 Могучие боги земного царства! Ты скверняешь это священное место, Куан-Чи! Изэди! Уверен, ты рад будешь встрече со своими друзьями! Ты бросил их умирать, а я вернул их к жизни! К жизни, которая хуже смерти! Такая жизнь ждет от тебя, и мой повелитель сам будет наблюдать за твоим позором! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Значит, он выполнил свою работу! Думаю, он скоро будет здесь! Джакс! Найт Вульф! Вон они! Смоук! Смоук мертв! Я Энэнра! Это твоя последняя миссия, Соня! Настоящий Джакс! Не ударил бы лучшего друга! Джонни Кейдж! С удовольствием убью тебя! Мы тебя приведем в норму, рано или поздно! Ну? Рад был снова их видеть! Соня! Это не он! Майор Блейд! Сержант, в чем дело? Это лифт? Да! Тот самый лифт! Сентр хранит души моих предков! Они указывают мне путь! Они не могут побыстрее, а? Идем наверх! Отступаем! Сейчас же! Давай! Вы оставайтесь здесь! Закройте дверь! О Romansison! Погвыねぇ! Выiryу! Идем наверх! Диау! Субтитры сделал DimaTorzok Теперь ты видишь, Рейден Это твое наследие Ты наполняешь их сердца ядом надежды А что предлагаешь ты? То же, что тысячу лет назад, когда ты предал старших богов и напал на земное царство Тогда мы остановили тебя, заточили в преисподней, и мы снова сделаем это Чем дальше свет, тем тень длиннее Наследие жизни — смерть, Рейден Мои сторонники смирились с этим и живут дальше, сражаясь за меня Наследие жизни — они борются за меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok СТУК В ДВЕРЬ Ты не коснешься Дзиньсея, еще как коснусь, и земное царство познает истину смерти. О, извини, симпатяшка, я тебя и не заметил. Ничтожный подлец! Жалкое пятно славянного помета! Как ты смеешь! Это мое! Готово? Всегда готово! Она присоединится ко мне первой! Нет! Не знаю, что со мной случилось, но одно я знаю точно. Даже не думай тронуться ее. Ты и вправду падший старший бог. Джонни Кейдж! Амулет! Нет! Нет! Чувствуй себя как дома, дедуля. Соня? Джонни? Мы... Да. Мы его взяли. Побудьте здесь. Эти покои очень быстро излечат Соню Блейд. Куанчи и остальные. Их нет. В этих покоях меня захлестнула такая волна энергии. Мы займемся Куанчи позже, Кенши. Сегодня мы получили награду, на которую и не рассчитывали. Амулет Шинока. И внутри... Старая жаба собственной персоной. Доставим амулет старшим богам. Они не смогут его уничтожить. Это невозможно. Они могут дать совет. Нельзя упускать Шинока. Война не окончена. Куанчи сбежал. Почему ты улыбаешься? Она назвала меня Джонни. Двадцать лет спустя. Рейден потом сказал мне, что я потомок какой-то среди семноморской военной секты возвращены, дабы стать воинами богов. Мне так и не удалось снова вызвать то зеленое свечение. Рейден считает, оно возникло, когда я увидел, что человеку, которого я люблю, грозит смерть. А что ты скажешь, Кэсси? Можешь призвать что-нибудь подобное, или на тебе природа отдохнула? Успокойся, Джинь. Мы обошлись без свечения в Дарфуре, в Иране, в Курдистане. Правда, Джекки? Это точно. Шаолинские монахи тебя туда не посылали, Джинь. Я многое повидал. И так это тоже. Ваши специалистские глаза на лоб бы полезли. Спокойно. Вы здесь потому, что этого заслуживаете. Вы все прекрасны, неповторимы, как снежинки. Так. Поскольку я не вижу кучи подарков, видимо, вы не в курсе. Сегодня нашей команде шесть недель. И секретарь Блейк доволен нашими успехами. То есть ему в морду плюнуть, он будет все равно доволен нашими успехами. Ему хватило ума попросить мистера Кейджа собрать эту команду. А я рад, что Ширай Рю выбрали меня. Новые места. Новые лица. Как отметил секретарь, мы, старики, рано или поздно уходим в отставку. Пора дать дорогу вашему поколению. Шаолин, Спецназ, Ширай Рю. Все вместе. Первое задание для вашей группы — добраться до храма Линь Куй. От великого мастера давно не было вестей. Надо убедиться, что он все еще в нашей стороне. Что он прикроет нас, если во внешнем мире опять все пойдет не так. Вы должны заставить его сюда. Только не удивляйтесь, если Саб-Зиро откажется сотрудничать. Зачем волнуваться о внешнем мире? Я думала, Коталькан чтит пакт Рейка. Чтит. Но там гражданская война. Если мятежники победят, пакту конец. Глава вторая. Коталькан. Двадцать миллионов. Император. Как там говорят? Ради этого и башмаки пачкать не стоит. Коталькан всегда предлагает тебе честную цену, Кану. Да, конечно. Я хочу сказать. Новое оружие, мои разведанные. И бац, бесконечная гражданская война во всем мире. Получите. Я могу немного расслабиться, а? Ты знаешь, где находится Мелина. И вся ее мятежная армия. Я думаю, это стоит не меньше пятидесяти. Я должен нанести удар. Немедленно. Закончить эту войну. Она истощает наши силы. Верно. Так мы договорились? В чем дело, Девора? У Императора нет причин для беспокойства. Проблема впереди. Эта особь ее устранит. Дорогу к Коталькану! Прочь! Таркатаны на местах. Ожидаем вашего приказа. Он уже отдан, дорогая Таня. Остановить экипаж! Ерунда! А вот убить Императора? Самозванца! Требует настоящей силы, которую ты обладаешь, Мелина. И не хочешь применить? Мне больно применять ее Рейн. Мне нужно время. Кортеж Узурпатора показался слишком рано. Дождь не выбирает, когда пролиться. Это не важно. Если Кана сделает то, за что ему заплачено. Пора! Вперед! Пора! Вперед! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я никогда не забуду тех, кто освободил Мелину... Она поклялась построить свободную Дэннию... Ты это сделать отказался... Объединенный внешний мир выстрелит против врагов... Тебе никогда не объединить его... Мне мешает лишь одно... Твой мятеж... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты глупа... Если доверяешь Мелине... Продолжение следует... Она мне мешает... Она мне мешает... И это в последний раз... Мелина... Я велел Акана убить тебя... Жалкий змей... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я намерен разъяснить тебе разницу между самозванцем... И божеством! Теперь ты умолкнешь. Ты больше его не тронешь. Еще как к трону. Как наследница своего отца, Шао Кана, я, Милина, владычаца внешнего мира, приказываю казнить тебя. Сегодня состоится казнь. Ты заплатишь за свое предательство, Милина, и скупишь кровью вверх по ступеням до края огня. Что видел мой император? Жалкий щенок вырос в свирепого ягуара. Сразу после высадки разделимся. Мы с Джеки пойдем с юга, вы двое с запада. Встретимся здесь, у северного входа. А что потом? Просто забираем и уходим? Начнем сопротивляться, засунем в мешок. Сопротивление более вероятно, чем ты думаешь. Не переживай, если до этого дойдет, Саб-Зиро даже не поймет, что случилось. Глава третья, Саб-Зиро. Передовая линия обороны отступила по вашему приказу. Есть подтверждение, четверо посторонних. Пора развлечь наших гостей. Так, я на позиции. Ты и Джинь на ту сторону. Двигай. Готово? Твою мать. Ты! Мне надо... Вас сюда не приглашали. Назовите цель вашего визита. Великий мастер, вы должны пойти с нами. Я сержант. Ты требуешь моей поддержки, но ты отрезана, окружена. Что ты теперь будешь делать? Мой отец всегда относился к вам с уважением, Саб-Зиро. Он хочет поговорить. Поговорить? О да, это он умеет. Ладно. Придется помахать кулаками. Вперед! Кассандра Кейдж. Ты командир этого отряда, но они не слушаются тебя. Перестала бы терять время и вмазала бы тебе. В тебе больше от матери, чем ты думаешь. Твои способности должны были помочь тебе увидеть мои намерения, Такахаш-Такеда. Уверен, Кенши обучил тебе применять их? Отец многому им меня научил. Посмотрим. Какεί о чем вообще? Какой хак-Налidy! Уверен. ПОЙ. Уверен! 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 Уверен. Рам- choose. Уверенный! Ш 거부ствие 힘оты. Кать. Уверен. Ты не твой отец. Пока нет. Черт. Ты известила о своем прибытии Джаклим Брикс. Специалист Брикс. Да. Армейский этикет многое значит твоей семье. Я вся в отца. Я думала, вы с ним друзья. Наша общая биография есть одна темная глава. Не будь к себе слишком строгой. Специалист Брикс. Обманный прием. Браво. Кун Джин. С товарищами веселись. Они грубие начальство. Я это запомню. На случай, если у меня будет хоть один. Набыщенная храбрость тебе не к лицу. Есть идеи? Саб-Зиро. Давай поговорим. Эта возможность уже упущена. У тебя новый план Кейдж? Надо было работать по-старому, Джин. Если ты нас убьешь. Тебе не сдобровать. Да. Наверное. Чуо, Дэнг Джин. И это сработало? Это было просто... Тренировка. Черт. Как же я не догадалась. Кассандра Кейдж, ты и твои друзья не безнадежны. Но вы должны действовать сообща. Иначе вас постигнет неудача. Значит, в остальном вам здесь понравилось? Линкуль порвали нас в клочья. Разве что тебя. На твоем заду ледяные ботинки тоже неплохо отпечатались. Ладно вам. Для меня вы все победители. Новый приказ. От генерала Блейд. Высший приоритет. Жители внешнего мира. Здесь, в земном царстве. Вторжение? Не может быть. Вы же не боитесь, мистер Кейдж? С внешними я смогу разобраться. Ну и когда они нарисовались? Портал открылся. У причала. Несколько часов назад. Всего около пяти тысяч. Беженцы. Гражданская война внешнего мира. Значит, дело плохо, если они рискнули прийти на земное царство. После вас. Не отчаивайся из-за стычки с ленькуей. Сынок. Легко сказать. Спасибо, Кинши. Я прошу вас и мистера Кейджа присоединиться к нам. Сержант Кейдж. Оставайтесь на месте с отрядом. Это Эли Мэй. Она надеется обрести в земном царстве убежище для своего народа. Наша деревня, Суньдо, оказалась самой гуще жесткой битвы. Нам едва удалось спастись. Война есть война? Не, ну. Я не хочу вас обидеть. Но вы же во внешнем мире только ради этого и живете, разве нет? Теперь все иначе. У ВЖК повстанцев Меллины есть удивительное оружие, разом уничтожает целые батальоны. В этом не было чести. Это не битва. Расскажи еще про это оружие. Талисман. Золотой. В центре камень. Меллина просто разит этим малым молчом, не целясь. Вот и отлично. Не сейчас, сержант Кейдж. От того, что у нее амулет, она берет вверх. Император готов впасть в отчаяние. А те, кто оказывается между ними, расплачиваются. Если это талисман, о котором я думаю, мы все поплатимся. Мы говорим об амулете Шинока. Исключено. База, сейф, твоя охрана. Спецназ, Шаолинь. Ему никто не пробьется. Мне нужно удостовериться. Ну и но. А здесь уютненько. Ты напомнил мне одного человека из земного царства. Он пришел с нами. Тоже относится ко всему с юмором. Такой красивый, да? Он был из земного царства. И один его глаз светился красным. О ком она говорит? Кенши, дальше ты пойдешь с Ли Мэй. Я пойду в лагерь беженцев. Возьму его, пока он не сбежал. Я с тобой. Возьми данные по защите лагеря у полковника Фрегет. Зачем? Затем, что тебя здесь не будет. Мы с вами? Нет. Я получу у Коталькана подтверждение, что Ли Мэй сказал правду. Ты с отрядом отправляешься во внешний мир. Глава четвертая, Кунь Джинь. Ну, и не знаю, думаю, тут небо фриолетовое или еще что-то. Не нужно верить всему, что видишь в интернете. Тебе-то откуда знать, эксперт? Летописи Шаолиния много узнала о внешнем мире. Реальный опыт ничем не заменишь. И почему тогда ты наш командир? Ребята, думаем о задании. Думаю, Ли Мэй говорит правду. Вторжение нарушит пакт Райка. Ведь выходцам из внешнего мира всегда можно доверять. Но если внешний мир наш союзник, почему он не помог нам в войне с преисподней против Куан-Чи и его Шайки? Против исчезти Ада? Против отца Джеки? Э, Козлина! Это не союз, а пакт, а не нападение. Внешний мир нам не союзник. Ты мог бы выразиться мягче, учитывая обстановку. Объясните, что вам нужно, и почему мы не должны вас убивать. Я вижу тебя насквозь. Ты не из внешнего мира. Я из земного царства, как и ты. Из внешнего мира мой наниматель, Кот Аль Кан. Так что теперь я тоже из внешнего мира. Что вам нужно? Мы посланники. Нам нужно встретиться с Кот Аль Каном. Вот, у нас есть печать Рейдена. Такую штуку я могу купить вон там, вон в той лавке. Послушай, ты можешь арестовать нас, можешь убить. Но если мы говорим правду, тебя накажут деньгами, а то и похуже. Ты отведешь нас к Кану, а я скажу, что ты нас взял. Может, получишь премию. Ты ничего не теряешь. Идем за мной. В эти тревожные времена мы должны считать любой ресурс оружием в руках нашего императора. Брать что-либо без его позволения значит красть из руки самого Кот Аль Кана. Посему признанный виновным в воровстве карается смертной казнью. Но я был голоден. Приговор будет исполнен немедленно. Смерть? За мелкую кражу? Не забывай, где ты находишься. Джин? Уходите отсюда, быстро! Я знал, не нужно было тебе доверять. Урок доверия от наемника. Учиться никогда не поздно. Я быстро схватываю. Поиграем, Торк! Она что, на день рождения не могла пони попросить ко всенормальной девочке? О симбионах в летописях не писали. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Потомок Кун-Лао, наследник великого Кун-Лао, обычный вор Неужели ты думал, что сможешь свободно проникнуть в мой храм и выйти обратно без моего согласия? Ты хотел, чтобы я напал на тебя Зачем? Чтобы освободить тебя от своего же гнева, чтобы ты смог спокойно меня выслушать И чтобы почувствовал себя полным говном, ненависть к себе всегда была твоим несчастьем Для тебя есть другой путь, путь достойный славы твоих предков, путь достойный тебя Отправляйся в Академию Вуши, вступи в Орден Шаолинь, как некогда сделал Кун-Лао Я не могу Они же примут Для них важно лишь то, что в твоем сердце, а не то, кому оно рвется Боюсь, уже слишком поздно Никогда не поздно, Кун-Джинь Меня встревожили вести о беженцах Я не знал об их исходе в земное царство Однако я знаю, что не приглашал гостей из земного царства, особенно тех, кто препятствует свершению правосудия Откуда мне знать, что вы не сообщники Мелины? И, возможно, обратя новую силу, она нашла новых друзей? Друзей? Нет Нет, мы даже не уверены, что амулет Шинока, который у нее... Шинока против меня Тот самый предмет, который земное царство клялось хранить и беречь Внешнему миру даже не предложили Напали на нас, а не на... Коталькан Огонь, опыляющий солнце Мы здесь, потому что мы разделяем твою тревогу в связи с пропажей Нет у нас мысли поколебать твое владычество Хотя бы один обитатель земного царства умеет найти слова Плоскающие ухо Увы, я помню поговорку земного царства У вора найдешь больше чести, чем у дипломата Мне выпала сомнительная удача быть и тем, и другим, император Но я говорю правду Вы — союзники Мелины Привести приговор исполнения Коталькан Согласно такому нынешнему миру, я требую права на защиту В битве Что? Ты хочешь сразиться? Поединок? Чтобы снять с нас обвинения Отказ такой просьбе Бесчестие для обвинителя Ты многое знаешь о внешнем мире Учти, поединок ведется до смерти Ты ничего не выиграл, разве что Еще несколько секунд жизни И что дальше, император? Обвинения против вас сняты Я заявляю всем, что земное царство не несет угрозы внешнему миру Теперь убей меня Покончи со мной Ты ведь не станешь... Вместо твоей жизни, я требую твоей поддержки Если амулет у Мелины проще будет забрать его, действуя сообща Император Им нельзя верить Девора Неужели ты не понимаешь, я у них в долгу? Ты окажешь нам честь, Коталькан Наша благодарность безбрежна, как море Я поговорю с генералом Блейд Сообщу о нашем новом соглашении Спасибо, что сообщили, сержант Доставайтесь, Котальканом Что дальше? Решим, когда я посажу Кана под замок Да, мэм, до связи Глава 5, Соня Блейд Он еще здесь Я чувствую Докладывайте Она из беженцев обнаружили у северного периметра Это явно галстук Кана Сообщительный Мэй, скажите, что мы ведем расследование Рейден, что ты узнал? Амулет Шинока похищен и заменен безупречной копией Черт Что-то не так Поговорим, как только я... Рейден? 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 Лейтенант, отпросит ряд в Форт Чарльз Свяжитесь с Рейденом и доложите мне Что происходит? Есть новость от полковника Флэга? Он спросил Почему ты мне надоедаешь? Я ему ответил Потому что моя бывшая жена как шила в... Э, ты куда? Ты не можешь так просто уйти Я тоже в деле Это не мое решение Благодари своего дружка, секретаря Блейка Вот из-за этого мы и разошлись Ты думаешь только о работе У тебя никогда не было времени на нас, Кэсси У меня было много обязанностей Прости, что не могла отдавать тебе все должное внимание А ведь было время, когда семья заботила тебя больше работы, генерал Двадцать лет назад, крепость Куанчи Так, здесь никаких злых колдунов нет Хватит поясничать Куанчи не мешало бы прибраться в берлоге Тут почище, чем у тебя Сравниваешь меня с Куанчи? Только в вопросах гигиены А что это? Лучше не надо Да ладно Где твоя оттяга? К приключениям Ищешь приключения? Получишь сполна Огонь! Ваши солдаты мне ни к чему, но вы с мистером Кейджем заслужите мне отличную службу Когда умрете Не чувствуешь, когда пора отклоняться? Я думала, ты покруче будешь Куанчи, ты проиграл Куанчи, ты проиграл Небольшая задержка, мисс Блейд Неименуемая грядет Джонни! Ты будешь мертвым недолго! Этому не бывать! Машу группу Треста Машу группу Машу группу Астанциальная Этому не могут прости джекс я вытащу тебя все будет хорошо думаешь кром обычно это внутри короче рейден москве перспективы обратить заклинание получается тебе не спасти его ты слаб бог грома джонни кейдж мой нет он мой спасибо я разберусь этим ублюдкам и это малая часть того что ты заслужил соня блэйд связь куанти еще не разорвана это не проблема соня Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Остальные вернулись к жизни. Я соединил темную магию Куан-Чи со своей, и мне удалось восстановить их души. Он вышивет? Разве я не говорил? Он же бог. Ты меня до смерти напугал. И мне еще говорят, что я не горжусь для фильмов ужасов. Он сбежал? Ну как? Пойдем за ним. Он подождет. А сейчас нужно вернуть тебя и остальных в земное царство. Почему так долго? Имя? Риама Адукари. Спасибо. Хорошо. Вторая линия слева. Похоже, ты близко знаешь Кана. Не хотела бы я так говорить, но да. Я много лет шла по его следу, но после вторжения Шинока он сбежал во внешний мир. Зачем он вернулся? Да главное, что он... Опа. Попался. Ты заблудился? Привет, зайка. Давно не виделись. Не скажу, что соскучилась. Это генерал Блэйд. Немедленно направьте ко мне военный патроль. О, давай оставим это между нами. Сделка. Информация в обмен на свободу. Я не веду переговоры с подонками. Ладно. Если мать такая несговорчивая, поговорим с дочерью. Если ты только не лез. И все будет хорошо. Разозлишь меня, и Кейси познакомится с дядей Кана. Я убью тебя, богом клянусь. Нет. Я не буду работать. Я убью тебя. Я убью тебя, богом клянусь. Кейси познакомится с дочерью. Я убью тебя, богом клянусь. Нет, я с тобой еще не закончила. Ладно, ладно, отстань! Соня, успокойся! Убьешь меня, никогда не найдешь амулет. Соня, нам нужна эта информация. Соня, не сделай этого, о чем позже пожалеешь. Говори. Куатанские джунгли? Там по меньшей мере два отряда таркатанов постоянно перемещаются, чтобы их не нашли. Голова 6 Диора. Здесь недалеко. Может километров 200. Ты знаешь, что делать? Да, мэм. Удачи. Конец связи. У тебя новости из земного царства? Кано разговорился. Кано разговорился. Указал, где найти Мелину. Амулет у нее, но ее очень хорошо охраняют. Мы атакуем немедленно. Можно ударить с двух направлений. Армия нападает на Мелину, отвлекает ее, а эта особь добывает амулет. Не в одиночку. Эта особь пойдет с тобой. Но здесь важна маскировка. Ты меня что, не слышала? Ты можешь помочь с главным ударом. Диора. Мы удовлетворим ее просьбу. И я наконец избавлюсь от Мелины. Пять лет назад. Эта особь понимает ваши доводы, но приходит к другому заключению. Как и другие, эта особь не хочет видеть Мелину правительницей, но нет гарантий, что ваш план сработает. Поэтому я пригласил нашего друга из Затеры. Присоединись к нам. Я много знаю о Мелине. В этом рассказе ее мятежное правление закончится и расчистит дорогу для Кваталя. Что тебе известно такого? А, вот они где. Трое твоих советников шушукаются как горничные. Интересно о чем? Тебе стоило бы послушать наш совет. Зреет война с преисподней, и я потребовал примирения с земным царством. А я уже говорила, что скорее умру, чем стану вести переговоры с убийцами моего отца. Придет опасность, ты отвергаешь разумные решения, ставишь под угрозу все царство. А мятеж не ставит? Договаривай, пока не расстался с языком. На самом деле наследница Шао Кана не ты. Она голем Шао Цзун. Вызывал ее в кузнице плоти. Я сам это видел. Твои претензии на трон не бесспорны. Как ты смеешь? Я стала наследницей Шао Кана согласно его указу. Да, ты стала ею. Но внешнему миру нужен новый вождь. Ты? Тупой аштег. Убить его! Эта особь больше не служит в милине. Защищай свою империатрицу! Наш создатель Шао Кан мертв. Мы сами выберем кому служить. Защищай свою империатрицу! И все равно ты идешь за Милиной? Шао Кан завоевал мой мир. Я должен оставаться преданному. Я чту его последнюю волю. Субтитры делал DimaTorzok Барака мертв. Последний союзник покинул тебя. Увидите ее. Мы готовы служить новому правителю внешнего мира. Значит, вы служите Коталькано. Ну что? Вон. Пришла сдаваться, предательница? Как ты смеешь говорить о предательстве? Эта особь знает, ты мечтаешь о троне. Так зачем служить Милене? Она — советник. Я — гений, который придумал украсть амулет. Он понемногу убивает ее при каждом применении. Когда обе стороны слабеют, ты займешь освободившееся место. Именно такой — мой план. Жаль, что ты не увидишь его в воплощении. — Конец твоим козням. Уходишь без своего друга, Девора? Твой народ считает, что мы обходили ваш остров, уважая вашу любовь к одиночеству, но на самом деле вы нам просто не нравились. Котина действительно любит уединение, и я немедленно достигну его. Теперь два жителя Эдени погибнут. Ты говорила, что вы не друзья, я знаю, но ты их не убьешь. Кстати, голова цела? Хорошо. Хорошо. Идем. Узи. Это? Просто ужасно. Девора! Эта особь знала, что ты от амулета далеко не уйдешь. Ты отняла мой трон, а теперь хочешь лишить меня шанса вернуть его. Ни то, ни другое тебе не принадлежит, а кто ты такая, чтобы так говорить? Я тоже заберу у тебя кое-что. Твою жизнь! Твоя смерть порадует эту особь. Хватит болтовни, прикончи меня, чтобы я могла воссоединиться с отцом. Ты не достойна смерти от руки Императора. Я передам эту честь своему верному первому министру. Ты первый министр. Твою жизнь! Аааа! Мятеж подавлен. Да уж, вот спасибо. Есть я теперь уже точно не смогу. С вашего позволения, мы отправимся в земное царство, вернем амулет на место. Эй, какого хера? Земному царству нельзя доверять амулет, он останется у меня. Согласно пакту Рейка, вы должны... Пакт меня больше не заботит. Вы можете оказаться мне полезны, когда Рейден придет за ним. Это особь их обманула. Амулет в руках Кот Алькана. Ты сможешь его достать? Я единственная, кому он доверяет. То, что ты провела все эти годы возле трона внешнего мира, огромная удача, Девора. Они и не подозревали, что среди них есть ученик нашего владыки. Эта особь живет ради служения Шиноку. Прекрасная работа. Теперь доставь его мне. Незамедлительно, Кванчи. Повелитель! Нет ли вестей из внешнего мира? Скоро Шинок будет на свободе. Поспешим в мою крепость. Какие-то проблемы? Две проблемы. Две проблемы. Твоя жена сказала, где тебя искать? Вы сферой хорошо поболтали? Как всегда. Это националь? Никогда такого не видел. Вряд ли ты пришла обсуждать сельхозтехнику. Ты прав. Давай к делу. Нужна твоя помощь. Моя помощь? Знаю. У меня нет никакого права... Ты знала, чего я хотел. Джеки вызвалась добровольно. Сама пришла ко мне. Я знаю. Послушай. Я понимаю, ты не хотел, чтобы Джеки выступала в спецназ. Почему ты ушел в отставку? Если бы мне пришлось жить с памятью о том, что я была одним из головорезов Кванчи, я бы вышел бы в себе мозги. Ты же знаешь Веру. Она бы этого не допустила. Так зачем тебе нужна помощь? Дело в беженцах из внешнего мира? Хуже. Амулет Шинока. Он у Милины. Вот, блин. А Сарина сообщает, что Кванчи всплыл с преисподней. 25 лет, ни слуху, ни духу. И вдруг бум, и он возник, когда в игру вступил амулет Шинока. Это не может быть совпадением. Поэтому ты нам и нужен. Ты знаешь, Кванчи. Мы не станем возобновлять твой контракт. Будешь наблюдателем. Кейдж. Джакс. Что такое? Просто хотел взглянуть. Может, поможешь меня уломать? Ну да, ведь последний раз у тебя так отлично получилось. Я, ну, хотя бы пытался. Джакс, ты нам нужен. Помоги поймать Кванчи. Если он доберется до амулета, мы все в опасности. И где в этой схеме Джеки? Во внешнем мире. С отрядом Кэсси, ищет амулет. Она справится скоро, мы услышим от них. Миссия выполнена. Ну, что думаете? Может, они убить нас хотят? Тогда бы они уже это сделали, если только Каталькан не планирует пригласить нас в качестве гостей в Колизей. Ну, если они не убьют нас, то моя мама меня точно убьет. Трудно быть дочкой генерала. Ты не представляешь. Я представляю. Мой дед одолел Шан Цунга. Спас земное царство. Как думаешь? Часто об этом вспоминаю в семейных сборищах. Это было 600 лет назад. А кажется, что это было вчера. Никакого давления. Тренировалась всю жизнь. Могу принять почти любой вызов, но все равно ощущаю себя не до кейджа. По крайней мере, на тебя кто-то возлагал надежды. А я думала, вы с отцом лучшие друзья. Это сейчас. Он долго не появлялся. Я тебя понимаю. И каково было расти с отцом, который раньше был ища Демада? Да вот я просто спрашиваю. Наверное, не просто было. Иногда он слишком меня опекал. Когда я записал спецназ, мистер Кейдж лично сообщил об этом моему отцу. Он думал, это смягчит удар. Тот день я не забуду никогда. Отец вернулся домой со сломенной челюстью. Ладно, я разберусь. С чем ты разберешься? Просто доверься мне. Отойди от решетки. Отец. 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 Как ты это сделал? Я перезагрузил его. Работает только на короткие дистанции. Быть сыном телепата не так уж и плохо. Раньше я так не думал. Глава седьмая. Токеда Такахаши. Пять лет назад. Пять лет назад. Сдавайся! Прекрасно! Теперь ты Чу-Джин! Это честь для меня, мастер Хасаши. Теперь, когда я Чу-Джин... Чем я могу послужить клану? Твое будущее не связано с Ширайрю. Но клан, это же моя семья. Когда я принял тебя, я обещал твоему отцу... У меня нет отца. Нет, есть. И он теперь гордится тобой, Чу-Джин, в рекордные сроки. Ты знал, что он прибудет? И ничего он мне не сказал? Да, я знал. Но я знал, как ты отреагируешь на это. Токеда! Твой отец тебе не враг. Десять лет. Ты не появлялся ни разу. Ты меня бросил. Я тебя не бросал. Восемь лет моя мать только что умерла. А теперь ты вернулся, думаешь, вот можно так сразу быть гордым отцом. Сынок, я... Катись к чертям. Я тебе не сын. Катись к чертям. Вставай. Хочу еще раз тебя вырубить. Токеда! Прекрати! Кенши не бросал тебя. Он оставил тебя здесь, чтобы защитить. Защитить? От чего? От убийц твоей матери. Но она... Это же был несчастный случай. Я попросил мастера Хазаши внушить тебе это. На самом деле, твоя мать погибла от рук убийц из Красного Дракона. Их целью был я. А жертвой стала сучинь. Ах ты сука! Это же ведь все из-за тебя! Твой отец посвятил жизнь в борьбе с тварями вроде Красного Дракона. Чести нет именно у них. Ты не должен был скрывать от меня правду. Ты бы бросился за убийцами матери, не подготовившись. Я не мог так рисковать. Мастер Хазаши отточил твои боевые навыки. Пришло время завершить твою подготовку. Как ты это сделал? Мы телепаты. Семейная черта. Я могу читать мысли. На тренировках мы раскроем весь твой потенциал. А потом выследим Красного Дракона. Вместе. Это работа Деворы. Нет сомнений. Только она могла оставить такие раны. Никогда не знаешь, чего ждать от Деворы. Вопрос в том, нет ли у нее сообщников. Что такое? Черт. Они нас засекли. Так, народ. Стандартный строй ромб. Такеда, ты впереди. Джеки встанешь в конец. Кунь-Джинь прикроешь с воздуха. Будет сделано. Земляне. Девора их освободила. Стандартный строй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хаос. Голоса. Нас много, а ты один. Твои силы ничто перед нами. Думаю, хватит с меня внешнего мира. Я начинаю понимать, почему отец ушел. Нужно найти Девору, забрать амулет. Идем, они скоро очнутся. Девора? И жители земного царства. Она украла амулет, а потом помогла им бежать. Она предала нас. Переметнулась к богу грома. Ты ранила меня, Девора. Готовьте легионы. Мы идем в земное царство. Мы отнимем амулет у этого дьявола, Рейдена. Мы все невредимые. Кажется, нас никто не преследует. Тебе удалось узнать, куда направляется Девора? Мы думаем, она направляется к морю Краун. Черт. Отец? Она идет сюда. Куан-Чи. Рядом с морем крови есть тайный портал. Куан-Чи построила его, когда мы готовили нападение на внешний мир. Отлично. Папа, что ты делаешь? Как ты оказался в преисподней? И кто кого теперь слишком опекает? Я знаю, ты хочешь загладить свои ошибки, но... Это ради Сони. Мы одна семья. Вот поэтому я и волнуюсь. Знаю, со мной все будет в порядке, а ты береги себя, поняла? Ты тоже. Люблю тебя. Конец связи. Конец связи. Тебе лучше? Или хуже? Сам не пойму. Трудно сказать. С ними все будет хорошо. Вопрос в том, что будет со мной. У нас хорошая позиция для перекрестного огня. Но почему Куан-Чи путешествует обычным способом? Кажется, он не может использовать магию в полную силу. Он слабее, чем когда я служила ему. Сарина права. Шинок больше не питает его энергией, но он все еще Куан-Чи. Знаю, ты согласился быть проводником и наблюдателем, но если захочешь, можешь взять на себя любую роль. Я не в форме. Не хочу рисковать успехом операции. Он приближается. Огонь! Куан-Чи. Таймин. Таймин. Таймин! Дерьмо! Не лезь, Джексон Брикс, иди спрячься снова! Прятаться? Да, наверное, именно я это и делал. Субтитры создавал DimaTorzok Так, стряхнул немножко ржавчатое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Куан-Чи, не поможет тебе! Китана, ты можешь освободиться от Куан-Чи. Я помогу тебе, как Бихань, когда ты помог мне. Ты слишком близко сошлась с Биханьем, позволила чувствам осквернить тебя. Чувства освободили меня. Я не понимаю, Китана. Мне так стыдно за то, что я здесь творил. А тебе будто нравится быть с Ишадимада. Меня это устраивает, я больше не жертва. Да, я понимаю, что ты хочешь, но это не способ заявить о себе. Я все-таки верю, что для тебя не все потеряно. Матерь Божья, многие из нас убиты, остальные ранены. А наши друзья... Удача отвернулась от них, они сбежали. Как сам-то? Все нормально. Я так и думал. Куда ты собрался? Хочу изловить колдуна. В одиночку ты погибнешь. Мне не впервой. Ты заметно слаб, уверен, что сможешь освободить Шинока? Я точно знаю, что справлюсь. А Диора? Ты уверен, что она справится? Она принесет амулет ко мне. А я буду ждать ее. Джейксон Брикс, какой приятный сюрприз. Ничего приятного. Так ты переметнулся к Рейдену. Ты, видимо, совсем дурак. Рейден сохраняет земное царство. Он убил меня. Это неправда. Тебя там не было. Он у меня все украл. Ты даже не заслуживаешь, чтобы присоединиться к нам. Ты узнаешь, есть кое-что хуже, чем смерть. Я хотел бы я тебе помочь, Лю Кан. Джакс, зачем же так грубо? Хватит болтать. Приятно вернуться домой. Кенши, я его взял. Отлично сработано. Я останусь здесь. Девор уже в пути, а ты достань Куанчи к Соне. Она развяжет ему язык. Глава девятая. Скорпион. Садись. Кажется, ты не первый раз в наручниках. Какое у тебя стоп-слово? Сообщите секретарю Блейку, что Куанчи арестован. В течение часа мы перевезем его в тюрьму сверхстрогого режима. Форд Чарльз. Да, мэм. Так, вы двое остаетесь в карауле, и через 20 минут сюда прибудет конвой. О, теперь она доверила мне работу няньки? Кейдж, докладывайте. Пока мы Девору не догнали, отследили ее до скал Макеба, но дальше след пропал. Черт. Джеки считает, что уникальная физиология Деворы поможет отыскать ее. Сейчас она настраивает смарт-ком на феромоны Деворы. Ждем моей команды. Ранить, но не убивать. Я думаю, два часа, сержант. У нашей команды нет двух часов. Вы должны найти в нем... Кэсси, нужно приложить усилия, но сейчас на это нет времени. Возвращай группу сюда. Нам нужно перегруппироваться и пересоединиться. Да, мэм. Они стараются, как могут. Я знаю. Генерал, у нас есть гость. Вы же друзья, верно? Он сказал тебе, что придет? Ничего не говорил. Генерал. Мастер Хасаши. Меня не предупредили о вашем прибытии. Я займусь Куан-Чи. Ситуация под контролем. Ты мог бы... Он должен умереть. Он нужен Рейдену. Без Куан-Чи мы не возродим Люкана и других умерших. Или оставим их в аду, как тебя когда-то. Меня интересует лишь Куан-Чи. Не делай этого, Ханза. Я тебя уничтожу. Значит, мы в тупике. Семеру! Куан-Чи мой. Куан-Чи. Я не желаю вам зла, генерал Блэйд. Отзови своих людей, Ханза. Если ты ценишь нашу дружбу, отдай мне Куан-Чи. Отступи! Без Сента, ты слишком уязвим. Куан-Чи. Как старые добрые времена. Мой гнев смягчит только смерть Куан-Чи. Ханзо, нет, ты добился того, что все оказывают Шерарю полное доверие, не разрушая его убийством Дряхлого Мага. Это Дряхлый Маг, виновник всех моих страданий. Пять лет назад храм Линькои. Мистер Хасаши, я рад твоему визиту. Говори, что хотел. Не хочу здесь задерживаться. Ты воссоздашь Шерарю, я восстановлю Линькои. Мы оба желаем стереть мрачное прошлое наших кланов, посвятить все их силы защите земного царства. Общая цель дает нам шанс положить конец вражде, начать заново. Ты признаешь то, что так долго отрицал, что кровь Шерарю и моей семьи на руках твоего клана? Наша честь действительно запятнана. Прошу, присядь. После того, как мы освободились от власти Куанчи, я разыскал свой клан. Надеялся, что мятеж внутри клана разрушит планы великого мастера. Но Сектор воплотил план своего отца. Весь клан Линькои был превращен в киборгов. Я поклялся убить Сектора и его шайку. Воссоздать Линькои и вернуть нам честное имя. Меня не волнует политика Линькои и Саб-Зиро. Когда я убил Сектора, то узнал, что Линькои не марал свою честь кибер-инициативой. Мы давно отказались от нее. Мы уже обозначили ее давно. Мира, не будет скорпион! Фрост! Линькои по-прежнему не знают чести! Мастер Хассажа, подожди! Чего? Новой подлости? Я снесу тебе голову! Мфе отлета, я работаю! Мфе отлата! Мфе от polit nghĩа! anta вверок! Э Drinkawагстат! Мфе отлата, работай! Мфе отлата! Мфе отлата! Мфе отлата! Мфе отлата! Наша история закончится здесь, Саб-Зиро. Что происходит? Я пригласил тебя не ради обмана. Фрост сильна, но лишена здравого смысла. Она не понимает ценности мира. Я с ней разберусь. Ты говорила о потерянной чести Лин Куй. Много лет я считал, что ты ошибочно виднешь Лин Куй в смерти своих родных и членов клана. Но цифровая память Сектора открыла мне правду. Лин Куй должен держать слово, Сектор. Великий Мастер дал слово Шинока. Слово Шинока всегда ложь, как и твое. Время расплаты пришло. Я уничтожил Ширай Рю, как и обещал. Ханза Хасаши жив. Он твой призрак, Скорпион. Я создал Скорпиона из души Хасаши. После его смерти договор не был разрушен. Мы следуем духу соглашения, но не букве. Мы ничем тебе не обязаны. Харуми. Сатоши. Если бы я знал, что мой клан причастен к уничтожению Ширай Рю, все могло бы сложиться иначе. Я убил твоего брата, потому что думал, что он... Куан-Чи повинен в смерти Би Ханя. Сектор ошибался. Долг остается, и Куан-Чи его заплатит. Развяжите его. Скорпион, мы можем... Мое имя Ханзо Хасаши. Ты убил мою жену. Моего сына. А потом ты собрался в мой мозг, направил мою жажду мщения по ложному следу, отнял единственный шанс вернуть их. Твои родные... Я... Молчать, колдун. Теперь тебе не спастись. Теперь ты чувствуешь мою боль. Скорпион, остановись! Куан-Чи! Куан-Чи! Амулет! Иди сюда! Нет! 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 Кровь за кровь! Твой долг выплачен! Вот дерьмо! Освободи нас быстрее! Шинок! Они такие крошечные! Эта особь приветствует повелителя Шинока! Куан-Чи выбрал себе хороших слуг! Мудрое решение возродить меня в земном царстве за линиях обороны! Куан-Чи их обманул, позволил себя схватить! Он знал, что его приведут сюда! Жаль, что он не дожил до воплощения своих планов! Мистер Кейдж, от вас сюрпризов можно уже не ждать! Взять его! Дославится повелитель Шинока! Пора в путь! Преисподний десант из земного царства! Я знаю, они будут нейтрализованы! Мы будут нейтрализованы! О, черт! Мам! Где папа? Шинок! Мам! Мам! Где они? Мама! Твой отец! В руках Шинока! В небесном храме! Глава десятая! Рейден! Рейден! Рейден, мой старый друг! Мастер Борайчо! Рад встрече! Давно мы не виделись! Да, давно, очень давно! Старые воины должны держаться вместе, ведь так? Согласен! Полагаю, твой приезд объясняется последними событиями! Да, да! Я беспокоюсь, что Шинок может вернуться! Я пытался связаться с тобой! Я опасался худшего! Похитив амулет Шинока, Кана расставил западню! Чтобы обезвредить ее, мне пришлось странствовать по множеству чужих миров! Мне нужно вернуться в покое, Цинсэя! Восстановить силы! Значит, ты вскоре сможешь его вернуть! Амулет Шинока! Не знаю! Обезвреживать западню Кана пришлось полной отдачей! Я восстановлю силы и поговорю с генералом Блэйд! Если бы мы сумели уничтожить Шинока в прошлой войне! Если бы он был смертным! Какая красота! Словно я смотрю на самих старших богов! Я же все же надеюсь, что мы сможем обратить эту катастрофу в свою пользу! И как же? Магия Куанчи связывает души многих дорогих нам людей! Поймай его! И мы заставим его освободить их! Воскрешение Люканой и Кун Лао! Полагаю, это возможно! Пока жив Куанчи! Я долго скорбел о душах наших товарищей, пожранных злом из преисподней! Кун Лао и Люкан, они были мне как сыновья! Я бы перевернул небеса, чтобы вернуть их к жизни! Внешний мир 25 лет тому назад! Мастер Борайчо был прав! На борту корабля мастера из Шаолиня! Борайчо говорил о двух кораблях! Второй уже разгружен! Нужно выяснить, куда он направлялся! Они заговорят! Я об этом позабочусь! Держи себя в руках, Кун Лао! Они напали на Академию Вуши! Убили мастера Веня! Есть границы, которые мы не переходим, даже имея дело с Таркатанами! Да, лорд Рейден! Все еще не могу поверить, что Шао Кан решился на такое дерзкое нападение! Оно показало, насколько уязвимое земное царство! Шао Кан знал, что у нас нет выбора, только согласиться на новый турнир! Люкан победил Шан Цунга! Он победит и Шао Кана! В свое время, Кун Лао, сначала мы освободим Шао Линь! Все на борту? Эта особь уходит с отливом! Мы готовы! Шао Кан требует, чтобы заложники остались невредимы! Их раны не смертельны! Надеюсь, Барак, а ради твоего же блага! И твоего тоже! Причините им вред, будете иметь дело со мной! Таркатанов так легко побить! Пустые угрозы, Рейдан! Ты не доживешь до турнира! А-а-а! Пустые угрозы, Барк! Пустые угрозы, Барк! Да! Ты вернёшься в пуш, Саши, с пустыми руками. Прочь! Какая мощь! Кто ты, Рейдан? Я есть истинный свет, я защищаю земное царство. Эта особь не волнует судьба земного царства, и она не чтит никаких богов. Когда бог говорит бог, вы его! Они не очень-то меня досаждали, немного попыркали, порычали. Освободим всех, кто на борту судна, затем вы найдёте свой корабль. Куда вы отправитесь, лорд Рейдан? Турнир скоро начнётся, присоединитесь ко мне, как только сможете. Мы победим, лорд Рейдан, не сомневаясь. Париж, не сомневаясь. Борайчо! Еще один твой союзник повержен, когда он умрет, я заберу его душу. Ты не знаешь его силы, тебе не покорить его душу. Прикажете убить его, лорд Шинок? Не сейчас. Он будет наблюдать, как я порабощу его мир, а затем я заточу его, как он меня. Не стоит прежде времени похвалиться победой, но я уже победил, Рейдан. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха! Иди, Дожди! Иди! А-ха... А-ха-ха! А-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кунг Лао, остановись. Я служу Шиноку из преисподней, потому что Шао Кан убил тебя, и ты это допустил. Я приму в твоей смерти более активное участие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это не твоя судьба, Люкан. Снова видение, Рейден? Ты все еще видишь будущее? Видения ушли. Но я знаю, что будет. Я оказался здесь, по твоей милости. Несчастный случай. Это мучает меня до сих пор. Стоит поблагодарить тебя, ты меня освободил Старшие боги, которым ты так слепо служишь Я помогу шиноку свергнуть их власть Мне жаль, что наши пути пересеклись именно здесь Девушки отдыхают Чернишь, Джинсей, шинок Мы сражались много веков, Рейден И, наконец, наша борьба закончена Девушки отдыхают Бежим отсюда! Подъем! Да! Трепещите передо мной, старшие боги, ибо я поглощаю силу земного царства Нет, шинок, даже теперь другие придут, свергнут тебя Глава 11-я, Джеки Брикс Приземляемся через 15 минут, войдем в небесный храм через наземный вход Почему нельзя пойти сразу туда? Он существует в другом квантом состоянии, слегка не в фазе с нашей реальностью Туда не добраться обычными способами Что? Мы сами по себе, помощи ждать неоткуда, либо мы справимся, либо... Мы справимся! Во имя, что это? Не знаю, но оно движется прямо на нас! Смилуйтесь, старшие боги! Пристегните ремни! Захожу на посадку! Похоже, вход в храм в 15 километрах в этом направлении Прогулка в лесу под луной В других обстоятельствах было бы приятно Вот уж не думала, что ты любитель природы Мы с матерью жили недалеко от такого же леса Навевает воспоминания Закончим здесь, и сразу уходим Сраная срань! Нам не влезть из замыкания провода Тогда в путь, время на исходе Что они здесь делают? Наверняка ищут амулет Нужно рассказать им о Шиноке Заключить перемирие Доставить их ко мне! А может и нет Вон, в лес, пошли! Они тихие и хитрые Ермак Мы чувствуем их Но этот лес слишком кишит душами Да Совсем близко Божественный огонь и земля Я вас вижу Джеки, берегись Если тронешь его, будешь иметь дело со мной Субтитры сделал DimaTorzok Заползай назад под свой камень, рептилия. Стой! Тебе нужна вода. Откинь голову. Ты что-нибудь видишь? Да, да. Смутно, но... Так, лучше? Красотища. Обсудим это позже. Дамы выбирают, я выбираю Ермака. Ты отродье Джексона Брикса. И я этим чертовски горжусь. Я знаю, что ты с ним сделал. Мы оставили твоего отца без рук. От тебя ничего не оставим. Это за тебя, отец. Тор, дави, дави! Твои глаза такие яркие, я их вырву! Уловка! Обман! Больше никаких фокусов, только честный кулачный бой. Два по цене одного. Отлично! Мы знаем, что Ди Вора здесь, где амулет. Котелькан, ситуация изменилась. Избавь меня от своей лжи. Скажешь ему? Не сейчас. Он должен знать, что... Я занят! Я убью вас обоих! Шинок освобожден. Он в небесном храме Рейдена и уже отравил источник жизни земного царства. Небеса кипяты. Земное царство потеряно. Нет, если мы будем работать сообща. Я задобрю Шинока. Поднесу ему ваши головы и успею укрепить оборону внешнего мира. Нам нужна твоя помощь, Котелькан. Земное царство уже упустило свой шанс. Теперь им правит Шинок. Ты был нам нужен. Хватит. Сраная срань. Не знаю, как вы, ребята, но это моя мечта. Какие у тебя странные мечты. Ничтожество. Сегодня вы умрете. Не так! Вместе вы выстояли в неравной борьбе. Слабым воинам это было бы не под силу. Спасибо, великий мастер. Я останусь здесь, чтобы изгнать Котелькан и надо внешний мир. Ступайте в небесный храм. Судьба земного царства в ваших руках. Глава двенадцатая. Кейси Кейдж. Повелитель Шинок почти закончил. Скоро осквернение Джиншея станет необратимым. Тогда можно будет продолжить вторжение. Рейден и его союзники не смогут дать нам отпор. Когда этот мир падет, путь к победе будет свободен. Сообщи Повелителю Шиноку, что они и Орочи готовы. По его приказу мы натравим их на земное царство. Ты нашел портал Рейдена, ведущий на небеса? Да, но он запечатан его заклинаниями. Нам не пробиться. Это недопустимо. После разрушения земного царства мы должны завершить мнение Повелителя Шинока, вторгнуться в небеса и уничтожить старших богов. Идем. Устроить войну на небесах? Но если Шинок уничтожит, конец мироздания. Понятно, Кун Лао видит его таким. Если мы не справимся, будем гонять чай в преисподней. Соберитесь! Токеда! Твоя мамочка не говорила, что я сделала с ее друзьями? Убила их всех в гноение ока! И собственную дочь? Гордишься этим? Мы повязаны смертью. Ты будешь с нами. И я дам тебе достойное воспитание. Я дам тебе достойное воспитание. Хорошее предложение, мамуля, но я пас. За мной должок. Я это запомню. Отвали, принцесса! Думаешь, меня можно остановить словами? Спасибо за помощь! Не за что! Дамы, время идет! Нет! Хочешь умереть первой? Да будет так! Никого ты не убьешь! Помоги, Джеки! Тебе крепко досталось! Из тебя выйдет хорошая сиделка! Я могу сражаться! Джеки? Ничего страшного! Точно как в Курдистане! Идите! Мы с Джеки с ними разберемся! Что? Мы только задержим их! Ни за что! Черт! Не лезьте на рожон! Увидимся, когда все закончится! Они чувствуют вкус твоей плоти! Проникают глубже! Они будут расти внутри тебя! Терзать тебя изнутри! Святые боги! Отец! Сперва отец, затем дочь! Интересно, они одинаковые на вкус? Терзать тебя изнутри! Ты жук, а я лобовое стекло. Эй, тыковка! Для тыковки я уже старовато. Нет. Найди, Шинока. Но... Я люблю тебя. Отец! Значит, ты отродье Джонни Кейджа. Какой удобный случай прервать его род? Тебе нужен он? Придется одолеть меня. Так-то лучшее. Смотрите, мисс Кейдж, как я раздираю плоть вашего отца. Это ждет каждого, кто бросит мне вызов. Мучительная, изысканная смерть. Ах ты, сука! Да чтоб меня, это правда семейная. Сила твоего отца тебя не спасет. Даже не надейся остаться в живых. Ах ты, сука! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Твоя работа? Ничего так! Кассандра Кейдж! Помести меня в Джинсей! Что? Но ты... Ты же погибнешь! Нужно очистить его! Скорее! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно отступать. Прогулка под луной. Отложим ненадолго, ладно? Никаких прогулок. Бассейн. Коктейли с зонтиками. По рукам. Он жив? Еле дышит. Я помогу ему. Помоги своему отцу. И подумай только, я нервничал, когда ты начала ходить на свидания. Боялся, что я приведу домой какого-нибудь человека вроде тебя. Веселая, красивая, спасает мир. Моя миссия выполнена. Сюда. Здесь. Изолируйте Шинока и Диору. И найдите врача. Мы тебя подлатаем. Помощь на подходе. Видела бы ты Кэсси. Расмазала Шинока по стенке. Охотно верю. А ты? Ты и твоя команда, Джонни, выполнили великую миссию. Ты слышала, Кэсси? Она назвала меня Джонни. Почему бы и нет? Я слишком долго обрекал земное царство на страдания от ужасов войны. Снова и снова мы побеждали врагов, но мы не накладывали контрибуции, не требовали репараций. И чего мы добились своим милосердием? Новые интриги. Еще больше бессмысленного насилия. Слушайте меня, новые правители преисподней. Я больше не намерен ограничиваться защитой земного царства. Я найду и уничтожу всех, кто угрожает ему. Без жалости. Без пощады. Шинок был одним из старших богов. Он бессмертен. Но есть участь страшнее смерти. Адаптация перевода. Озвучка. Монтаж Мистер Банана Саунд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете не подписываться, но в любом случае спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok